здравствуйте друзья вопрос здравствуйте михаил у меня вопрос насчет стажировки в сша скоро будет почти два года как я работаю в одной крупной российской компании на должности сетевой администратор в частности в обязанности входит поддержка работы сети настройка сетевого оборудования решение различных рабочих вопросов оборудование этого 95 процентах случаев сиска ну и так далее значит 26 лет высшее образование есть по специальности вообще давно хотел поехать в сша но сильно загорелся только сейчас хочется поработать и пожить сша нарыл в интернете что в сша можно поехать на стажировку по рабочей специальности ну в данном случае не рабочий а по той которая у него есть требующие высшего образования и что я подхожу под программу не помню точное название где требуется один год работы по специальности и по этой программе можно поехать на полтора года называется джейван тройни эта программа тройни как я понимаю как я понял что обычно по этой программе нанимают в маленькие компании организации чтобы сэкономить на зарплате сотрудникам хотя при этом люди делают все то же самое что и другие хотелось узнать следующее чего в интернете найти не удалось нанимают ли крупные компании на подобные должности такие как сетевой администратор маленьких компаниях ведь скорее всего не нужно набирать людей на подобные должности на администраторах да и проще наверное их на местности взять а программистов выгоднее от них больше прибыли получит компания или может еще есть что-то чего я не знаю или вы могли бы что-нибудь посоветовать посоветуем первое что я хотел бы посоветовать молодому человеку но и и другим тоже молодым и постарше людям которые интересуются это начать разбираться в вопросе потому что вы конечно можете задавать вопрос мне например но я как бы не вижу роли своей в том чтобы рассказывать то что хорошо написано переписано по сто раз там и так далее то есть я могу что-то такое более тонкое чего например не прочесть да тогда я понимаю зачем я нужен буду в данном случае я не так сильно понимаю зачем я нужен хотя там есть какие-то вещи которые я бы разъяснил тоже значит итак первое идете на форум говорим про us ссылка под этим видео там есть раздел работа и в разделе работа там есть значит работа вот по визе джейван вы там увидеть и у меня там кстати тема есть я когда-то начинал именно про визу джейван вот этого тройни и потому что мы давным-давно народ привозим по этой визе к нам в офис как раз вот системных администраторов не программистов нам нечего тут программировать а вот системных администраторов привозим и в качестве вот как бы основных преимуществ вот я бы сказал вот этой визы джейван находится то что нет квоты какой-то я не должен ждать там 1 апреля чтобы подать заявку и там 1 октября если она пройдет чтобы привести человек быть я могу сегодня начать сегодня провести интервью и через два месяца он уже будет у меня в офисе примерно ну два ну два с половиной вот так таким образом это все быстро делается квоты нет никакой ничего зарплату платить знать как всегда зарплаты как договоришься есть люди которые там и на и даже на визе джейван получают очень приличные деньги потому что они как бы заслуживают этих денег и они ну как сказать участвуют в рыночных отношениях то есть они не пришли кому-то по знакомству и тот говорит ну хорошо вот если недорого я возьму они участвуют в рыночных отношениях разговаривать сразу с несколькими с несколькими компаниями у них есть что предложить они могут поторговаться там и так далее безусловно компания если позиция требует чтобы там какие-то бумажки оформлять ждать его там где-то чем-то таким отдельным заниматься конечно уже как бы возникает вопрос а почему я должен делать за те же самые деньги что я могу местного нанять это это как бы вопрос такой то есть наверное и сэкономить неплохо тоже но что касается экономии если мы говорим про маленькую компанию вот про нас например да вот у нас там портнов компьютер сколько и нам нужен администратор системный который присматривает за нашими компьютерами ну сколько у нас компьютеров я так думаю ну может быть 60 там может быть чуть больше ну там серверов несколько там интернет сколько-то веб-сайтов ну такое я бы сказал не незначительное хозяйство и вы может быть где-то выполняете какую-то работу и имеете квалификацию которая вам позволила бы на свободном рынке пойти и получить сразу 100000 там доллар где-то но вот у нас например работа такая что она не требует такой квалификации за которой можно пойти куда-то и получить там 100000 долларов поэтому если даже вы приехали к нам и у вас есть такая квалификация то то мы 100000 не можем платить у нас у нас просто нет нет такой работы поэтому с одной стороны мы можем сказать что мы конечно хотим сэкономить с другой стороны я хочу сказать а почему же я должен платить там 100000 там где допустим 50 красная цена и и ну и чем такие сложные вещи большие компании или маленькие в маленькой компании гораздо проще добраться до человека который принимает решение он сам принимает решение он решил вас взять он там снял трубку позвонил кому-то кто помогает там заниматься оформлением визы есть организации такие спонсирующие спонсор да вот в этой визы джей-ван есть спонсоры то есть такие организации которые имеют специальную лицензию здесь сша их их совсем немного и вот через них все едут то есть спонсором виза является не работодатель работодатель является местом работы а спонсором вот является некоторая большая компания большая смыть и по объему вот этих вот всех дел и те же самые компании, которые являются спонсорами для визы J1 Work and Travel например, это те же самые поэтому соответственно всегда можно к ним обратиться, они пришлют человека я помню как-то у них брал вот этих спонсоров, мне нужна была девочка для перевода наших веб-сайтов на испанский язык мне из Чили прислали на лето совершенно потрясающую девочку она закончила, получила мастера по журналистике приехала к нам из Чили, вот там занималась переводами там еще чем-то, еще у меня была девочка из Южной Африки тоже мне вот оттуда обеих подослали, вот из этой спонсорской организации, то есть у них бывают и позиции тоже открытые, то есть можно к ним обратиться вот даже там один был парнишка из Никарагуа который готов был бесплатно работать им разрешается бесплатно и он ко мне рвался значит на интервью, но он странный такой был немножко и по-своему смешной, то есть я как-то разговаривал с ним в скайпе потом разговор прервался и он, я говорю, а что прервался? он говорит, дождь пошел, связь нарушилась где-то он там, не знаю, в какой-нибудь деревне с соломинными крышами не могу сказать, но в общем что тут скажем есть такая программа и соответственно, если я как спонсор, не как спонсор, как место работы я говорю, мне нужен человек там на полтора года шикарно местный работник возьмет там через 3 месяца и уйдет куда-то, ему там больше денежки дадут или чего-то, все-таки человек на G1 он более стабильный вот, хотя в техническом смысле его ничто принципиально не ограничивает то есть этот человек тоже может в принципе перейти но это сложнее да ну, такая история значит, насчет большой компании или маленькой компании вот в большой компании труднее добраться до того кто не просто скажет я хочу этого парня на полтора года а чтобы он еще мог каким-то образом повлиять на вот получение визы на оформление бумажек там и так далее вот я думаю, что в этом плане есть некоторые проблемы но еще одна прелесть этого состоит в том что есть чудовищное количество компаний как больших, так и маленьких в данном случае маленькие с ними проще разговаривать поэтому вот на них посмотрите которые вообще не знают о существовании визы G1 Trainee поэтому если им только сказать слушай, вот тебе нужен админ я там вот это, вот это, вот это и он обалдеет и скажет боже, я оказывается вот есть в жизни счастье такое но это дополнительная работа с вашей стороны по просвещению по нахождению таких контор и по их просвещению но имейте ввиду что если вы работаете в какой-то конторе и в этой конторе у вас там 95% это оборудование Cisco и у вас там сервера и у вас там Cloud и у вас там я не знаю, что вы там делаете то если вы поедете в маленькую компанию то скорее всего это будет вот такая очередная портнов Computer School вот или вот видите справа там походу у нас там магазин написано Lickers вот такой магазин может быть там у них есть небольшая сеть там со своей спецификой там все такие дела вот может быть в таком месте то есть вряд ли вы там сильно поднаберетесь чего-то такого что потом украсит ваше резюме кроме того факта что это находилось в Соединенных Штатах такого плана а насчет большой компании никогда не видел в больших компаниях ребят по J1 вот этих вот тройни никогда не видел честно то есть может быть и есть если договориться то есть понимаете если в большой компании кто-то есть и он пошел там к начальнику и с начальником договорился и начальник договорился и конечно о чем речь господи ну о чем речь но осталось чтобы кто-то пошел и договорился вот в этом смысле большие компании представляют собой сложность пробить через сколько это уровней бюрократии и бюрократия там не для того сидит, чтобы вы там или кто-то откуда-то из другой страны кого-то притащил, потому что ему там не хватает чего-то со своими серверами, ему вот с этими подавай и так далее так что но путь такой есть тысячи, тысячи тысячи людей каждый год приезжают они потом в перспективе имеют хороший шанс ну как бы на месте приглянуться найти себе спонсора под визу H1B это может быть не обязательно то место, где вы работаете но это может быть где-то рядом они знакомятся с людьми, они ходят на тусовки они могут легко пойти на интервью, понимаете это же не то, что он вот там откуда-то издалека и там через скайп вот он, вот он подъехал, зашел поговорили там уже может быть какой-то проектик взял сделал на ходу так между делом там класс показал и так далее совсем другой мир вот, так что такой вот рассказ ну и еще раз хочешь практиковаться, хочешь стажироваться значит изучай вопрос те, кто вопрос не изучал те далеко не ускачут вот в этом разница между теми, кто добивается результаты и теми, кто не добиваются у меня есть видео вот я только-только повесил о том, как получать грин карту по одаренности такие экстраординари обилитис и там женщина вот пишет мы получали вот таким образом грин карту говорит она говорит, ну это было сложно понимаете? ну это было сложно а вы хотите, чтобы вам просто, что, вас поймали на улице и сказали бы, вот тебе грин карты поезжай а вы бы сказали, не знаю, не знаю, а что мне за это дадут квартиру бесплатную, там автомобиль или что бесплатно мне дадут так же не бывает поэтому было сложно но человек раз вот приехал в страну получил грин карту без работодателя без спонсора без ничего говорит у меня вот есть способности дайте мне грин карту и им дали они прошли через какой-то процесс который показался сложным непростым процессом но они его прошли и успешно получили молодцы вот, поэтому есть люди, которые приехали по визит-джей и и все у них сложилось замечательно но это не было просто я показывал у нас на канале паренька совсем молодого лет я не знаю 23-24 он закончил МИФИ Московский инженерно-физический институт а сам откуда-то он с Урала там в олимпиадах по физике участвовал, призы получал вот его взяли там в МИФИ и он по-моему, он в Москве годик поработал и дальше приехал сюда по визит-джей-ван причем по визит-джей-ван вот этим практикантам его агентство он туда пришел и говорит нет ли у вас чего ему говорят вот есть в Лос-Анджелесе там на на С-Шарпе что-то там программировать я не знаю на чем на чем-то и все и поехал ему там платили что-то я не помню 15 долларов или 20 долларов он еще с женой поехал и жена тут же получила разрешение на работу то есть по визе вот этой джей можно получить разрешение на работу для второго супруга тоже который вообще без ограничений где хочешь может работать вот так бывает и они уже остались в Америке они как бы легализовались там другими путями и уже у них все хорошо наверное грин карта в кармане лежит я так подозреваю так что те кто хотел те кто пошел те кто начал что-то делать у них все получилось так что вот чего и вам желаем счастливо спасибо спасибо спасибо